МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». Монашество – это особый образ жизни, когда человек добровольно отрекается от мира, чтобы всю свою жизнь посвятить Богу, обрести единение со Христом. В христианстве монашество зародилось много веков назад. В первых веках христианства были страшные гонения на христиан при различных императорах, Нероне и прочих. И потом, после этого, когда монашество уже возникло, после того, как Константин Великий разрешил исповедовать христианскую веру, стали строить храмы, языческие капища тоже обращали в храмы. И христианская религия стала государственной. От этого через некоторое время, как мы видели, что некоторые люди пользовались этой привилегией христианской религии и не всегда соответствовали образу христианской жизни. Поэтому и возникло такое желание людей удалиться в пустыне, чтобы как-то там наедине с Богом или в какой-то особой общине вот именно поддерживать этот христианский дух. Он считается основателем уединенного монашства Антони Великий, а основателем общежитийного такого монастыря, общежитий. То есть монастыри были уже с братством. Это вот Пахомий Великий. На Руси монашество возникло вскоре после принятия христианства в XI веке. Его основателями считаются преподобный Антоний Феодосий Печерский, подвязавшийся в Киево-Печерской лавре. Антоний пришел из Афона, а преподобный Феодосий – это его ученик, которые подвязались к Киево-Печерской лавре. А на севере у нас здесь преподобный Сергий Радонежский. Преподобный Сергий Радонежский и его множественные ученики, которые насадили монашество и монастыри на севере России. Но у нас преподобные отцы Олега Поликарб Брянские, преподобный ученик Александр Пресвят. Сегодня в Брянской епархии 9 святых обителей – 3 женских и 6 мужских. Монастырская жизнь в них постепенно возрождается. И в наше время находятся люди, в том числе среди молодежи, которые желают послужить Богу. Так, во дни Великого Поста в Свенском Успенском мужском монастыре наместником обители Игуменом Алексеем был совершен монашеский постриг преподавателя Брянского духовного училища Андрея Леонидовича Головань. Новопострижному было дано имя Антоний в честь великого подвижника преподобного Антония Печерского. Это первый постриг в храме во имя преподобных Антония Феодосия Печерских после его восстановления. Во время пострига монах давал Богу обеты безбрачия, послушания и нестяжания. Прибудешь ли в монастыре всем, или в нем жити от святаго послушания повелено будет и в постничестве, даже до последнего твоего издыхания. Ей Богу, содействующего, честный отче. Сохранишь ли себя в девстве и целомудрии, и благоговении даже до смерти. Ей Богу, содействующего, честный отче. Когда же наступил момент пострижения, инок трижды подавал игумену ножницы в утверждение своего твердого решения. Затем игумен постриг ему крестообразно волосы во имя Пресвятой Троицы, посвящая монаха этим всецело на служение Богу. Принявший малую схему брат Антоний облачился в монашеские одежды. Парамант – это небольшой четырехугольный плац с изображением креста Господней орудий его страданий. Подрясник, пояс, мантию и клобук. В руки ему были даны четки для подсчета молитвы поклонов. Все эти одежды имеют символическое значение и напоминают монаху о его обетах. В завершении таинства новопостреженному дали крест и свечу, с которыми он простоял всю ночь в храме до святого причастия. Брата во Христе, монаха Антония, поприветствовал наместник свинской обители игумен Алексей. Он вступил ныне на особое поприще духовного делания, ибо в первой степени покаяния пришел к следующей, ко второй ступени. И эта степень покаяния, она продлится, и должна продлиться в течение всей твоей земной жизни. И еще есть высшая ступень покаяния, великая схема, но к ней мы готовим себя, совершенствуясь в том, в чем мы сегодня дали предлогом обет. И так надлежит нам исполнять божественные заповеди, Божьи законы с тем, чтобы совершилось это покаяние, чтобы обновился в нас ответ в нового наш внутренний человек. Во второе воскресенье Великого Поста, в день памяти святителя Григория Палама, инок Антоний был рукоположен в Иродьяконе. Его хиротонию возглавил митрополит Брянский и Севский Александр за литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе. Иродьякон Антоний родился в городе Запорожье, на Украине, в семье учителей, что подтолкнуло его избрать непростой путь монашества. Решающее влияние на мое воспитание оказалось самой близкой для меня человеку – это моя мама. Она привела меня, собственно, к вере. Учитель по профессии, она приобщила меня к интеллектуальному труду, научила любить книгу, научила любить музыку. С пяти лет я стал посещать Свято-Николаевский храм города Запорожье, а с тринадцати лет начал прислуживать в алтаре. У меня остались очень теплые воспоминания о воскресной школе при Свято-Николаевском храме. С радостью вспоминаю преподавателей, квалифицированных педагогов. Я думаю, что посещение мной с первого класса общеобразовательной школы и одновременно воскресной школы оказало ту решающую роль и повлияло на мой жизненный выбор – служить Церкви, Богу и людям. Монахом можно остановиться только когда, когда вопрос уже не стоит, собственно, принимать тебе монашество или жениться. Остается вопрос только полностью отдать свою жизнь Богу, Церкви и людям. Ну, безусловно, соприкосновение с церковным миром во время школьных лет вот и повлияло на мой жизненный выбор. Колебания были, но только в годы учебы в Одесской духовной семинарии. Но когда я поступал в Московскую духовную семинарию на Совете Духовников, я выразил желание принять монашество. Я благодарю Владыку Александра, священно-архимандрита Свенского монастыря, заданное мне имя моего небесного покровителя, преподобного Антония Печерского, великого подвижника, начальника всего российского монашества. Я надеюсь, что преподобный Антоний будет моим ходатаем перед Богом, будет укреплять меня на пути служения Богу. Его житие очень близко мне по духу, потому что он был очень сильным человеком, и его аскетический подвиг привлекал к нему других людей. В годы учебы хотелось еще подражать преподобному Кукше Одесскому, мощи которого подчивает в Святоуспенском Одесском Мужском Патриаршем монастыре, ну и, конечно же, преподобному Сергию Радонежскому, игумену земли русской, основателя Троицы Сергия Валавра. Выпускник Московской Духовной Академии иродиакон Антоний сейчас обучается в аспирантуре на втором курсе. Он был направлен в Брянскую епархию по благословению председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректора Московской Духовной Академии, архиепископа Верейского Евгения. И сейчас иродиакон Антоний несет послушание проректора по учебной части Брянского Духовного Училища. Основные задачи на сегодняшний день по реорганизации Духовного Училища это, в первую очередь, составление качественного учебного плана, полностью соответствующего нормам и стандартам учебного комитета Русской Православной Церкви, ну и, конечно же, возможность его практического применения в Брянской Метрополии. Современный монах. Кто он? Уединенный подвижник, лишенный мирских благ, или же инок, живущий по монастырскому уставу, но не отстраненный полностью от мира и не отказывающийся от новых технологий, к примеру, таких, как интернет? Современный монах должен быть высокообразованным человеком, разносторонне развитым, ведь по долгу службы ему приходится беседовать с людьми различного рода профессий, и он должен дать уметь ответы на острые вопросы повседневной жизни. Поэтому современный монах должен уметь пользоваться всеми компьютерными технологиями, но, конечно же, не в ущерб своим главным задачам – служении молитвой. Со стороны монастырское делание может показаться малозаметным, однако монашество не отделяет себя от мира, по-прежнему окормляет нуждающихся и укрепляет людей в вере. Проникает множество, как сказать, такого мирского духа все-таки в монастыре. Мы зависимы все-таки от мирских проблем, от мирских каких-то попечений. Никуда нельзя, как сказать, спрятаться, потому что в монастыре сейчас, вот, как это, заботятся о нуждающихся, и социальное служение какое-то, вот. То есть предаться вот как молитвам и подвигам сейчас чуть-чуть все-таки это, как сказать, уже не то, может быть, такое сейчас время пока, потому что надо все-таки заботиться о людей, которые вот рядом находятся, которые не знают Господа Бога, которые не обрели путь к храму, путь к вере. Ну, конечно, все равно внутреннее устроение монашествующего человека, оно все равно должно оставаться неизменным. То есть молитва, вот, сокрушение о своих грехах, как сказать, стрезвение, вот, чтобы человек старался всегда рассматривать свои поступки по отношению к заповедям Божьим. Современная молодежь не спешит идти в монастырь, и тихому укладу монашеской жизни предпочитает создание семьи. Мы поинтересовались у жителей Брянска, как они относятся к монашеству, и задумывались ли сами об этом. Все время она жизненно, как море, по волнам кидает в разные стороны. Да, просто быть якорем, монах, как якорь веры. За него люди, на него равняются, за него держатся. Это большой подвиг. Монашество – это дело сильных, это сильный выбор. Один раз на всю жизнь посвятить себя Богу, изменить свою жизнь. Задумывался, конечно, но пока еще нету точного ответа. Отношусь положительно к монашеству, и у меня такой период жизни был, когда, ну, мне кажется, еще до этих пор, как бы, я бы, возможно, когда-нибудь пошла в монастырь. Что для тебя значит монашество? Монашество – это всецелое отречение от всего и предание себя воле Божьей. Как можно относиться к монахам? То есть это люди, величайшие труженики. Мы иной раз даже ленимся перекреститься, помолиться, что-то сделать, а которые день и ночь с пяти утра и практически до двух часов ночи читают молитвы и просят за нас то, чего сами попросить не можем. То есть, во-вторых, к людям, которые могут бросить все, там, квартиру, машину, что-то еще, и уйти из этого мира для того, чтобы молиться. Не благости какие-то воспринимать, не сладкий мед, если все остальное, жить в посте и молитве. То есть, и в-третьих, как можно относиться, например, к Александру Пересвету, к Сергию Радонежскому, к Серафиму Саровскому, то есть с величайшим почтением и уважением. Что тогда подталкивает наше время людей уходить в монастырь? Это дань моде, внутренний позыв или же попытка спрятаться от семейных жизненных проблем? В основном, конечно, внутреннего позыва редко. Очень люди приходят именно по внутреннему позыву. А если какой-то внутренний позыв, то этот внутренний позыв еще должен, конечно, пройти искушение, испытание. Потому что, кажется, человеку так, а потом, в конце концов, он осознает, что это может быть даже и не его путь. Но в основном, конечно, приходит в монастырь. Сейчас тоже, так вот знаете, что и проблемы какие-то житейские. Но эти люди должны все-таки подвергаться большому искусу. И спешить в пострии с такими людьми нельзя, потому что все-таки в монастырь должен человек приходить не из-за проблем, а все-таки по искреннему своему желанию. Если человек не может быть в монастыре, он чувствует, что это не его. Но это все равно не освобождает его от ответственности, стараться жить по заповедям и быть истинным христианином в миру. Почему вы решили стать монастырь? Не знаю, что вы священочкой сидели. Видите, конечно, это очень послужило, потому что все-таки послужила религиозность семьи, дедушки покойного, отец, два дяди. Они как-то все-таки были люди такие верующие и преданные Господу Богу, тем более в то время, когда были гонения на веру. Вы понимаете, и вот как-то виделось с детства именно их служение к людям. И, конечно, вот как-то созревала такая мысль быть монахом. Но эта мысль, конечно, проходила много тоже испытаний, потому что я сразу как не спешил с выбором. Но все равно, конечно, благодаря, конечно, все-таки воспитанию религиозному в семье, это очень большая помощь человеку, который стремится или желает быть монахом. Уже 18 лет я принял постри. Конечно, это, как можно сказать, что так, конечно, юно, рано, да, но владыка Мелхистек вот так благословил. Вот я сам как не просился, я сам как не стремился, как-то вот как благословят, так уже и будет. Поэтому вот владыка приехал, со мной побеседовал, узнал, что я как-то вот стремлюсь к этому, и вот потом пострили меня в монашество. Людей, которые вступили на монашеский путь, ожидают различные сложности, испытания, искушения. Ведь легкой жизни в обители не бывает. Конечно, соблазны увеличились, вот, и на эти монастыри тоже сейчас находятся в чуть-чуть другом состоянии, в котором они даже были вот в начале, там, 19-го века, 20-го века, потому что сейчас и условия жизни изменяются, вот, и состояние, и, как говорится, нашей духовной жизни народа тоже, оно изменено. Вот, поэтому, конечно, монашество является действительно сейчас подвигом таким особым тоже, потому что много соблазнов, искушений, а человек, который жил в миру, испытал какие-то искушения, соблазны, все, как говорится, в жизни и попробовал, конечно, ему уже сложнее от всего этого стать и, как можно сказать, так себя в рамки какие-то ввести. Поэтому, вот, знаете, конечно, слава Богу, что есть такие еще люди, которые вот именно намерены посвятить себя на служение Богу в монашеском чине. Монашествующие – это воины Христова. Они усердно молятся за нас с вами и за наше Отечество. И Великий Пост – это особое время в монастыре, когда нужно максимально сосредоточиться на молитве, отрешиться от всего земного и внимательно следить за своими помыслами, состоянием своего внутреннего человека. Для нас, православных христиан, монах – это образ кротости, смирения, послушания, беззаветной любви к Богу и готовности пострадать за Господа нашего Иисуса Христа. Будем же брать с них пример и постараемся дни Великого Поста провести в духовном трезвении, исправиться и принести Богу искреннее сокрушенное покаяние в своих грехах. Наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч! Да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok